Привет, мальчик или девочка. Это ты, ласка. Ласка такой, да? Ласка. Я звоню на ресепшене. А ко мне вот малыш пришёл, встречает, такой весёлый, хвостиком виляет. Есть кто? Малыш, малышонок. Один. 50 гел. Итак, друзья, нас заселили вот такой номер. Перед номером картина. Вот такая лампа, 206 номер. Давайте посмотрим, что у нас в номере. Для обуви. Тумбочка тут сразу. Так. Санузел. Мыльные вещества есть. Даже щётки есть с пастой. Бумага есть. Душ просто ограждён вот такой стеклянной ширмой от унитаза. Полотенцесушитель. В принципе, всё такое компактное. Раковина какая глубочайшая. Вот. Всё так компактно, чистенько. Мы на два часа задержимся здесь. Выселение в 12. Я попросила пол третьего. Сказали, ничего страшного. Это самое. Если вы едите позже. Значит, односпальная кровать, двуспальная кровать. Я так понимаю, с маленьким ребёнком надо спать на одной кровати. Кондиционер есть. Так, картина. Всё достаточно чисто. Просто со вкусом. Вот под такой кирпич тут обои. Что это? Паралет какая дали. Так, от кровати по левую сторону шкаф. Довольно-таки вместительный, большой. Всё так под старину сделано. Чистенько. О, халаты, друзья мои. О, тапочки одноразовые. Слушайте, ну вот это прям приятный бонус. Ой, стоимость, честно, не помню. Завтраки ещё у нас здесь включены. Телевизор есть. Завтраки включены. Стоимость что-то порядка... Ммм... Что-то порядка... Блин, 1300 что ли рублей. Тут почему-то стулья обёрнуты вот такой плёнкой. Вот. Как-то света маловато на мой вкус. Так. Прикроватных... А, стол, два стула, телевизор. Ну и, собственно, всё. Вот такой мини-бар с расценками. Вот тут всякие. Колы, соки, наки. И всё это стоит вот таких денег. Вот. Ну, собственно, и всё. Кондиционер работает в зеркало при входе. Привет! Мы в Грузии. Гамарджобаген отслали. Мы устали, как собаки. Больше суток в дороге. Больше, да? Больше суток. Вот. Уставшие, но счастливые. Мы практически у цели своей. Ребятки идут, вещи носят. Я им сейчас вот так открою дверку. Вот так. Раз. Они сейчас оттуда придут. А, они вот сюда носят. В общем, вот такие у нас делишки. Всё, сейчас будем купаться, отдыхать. В принципе, мы не сильно прям голодные. Будем купаться, отдыхать. А дальше видно будет, короче. Тут рядом магазин. Вон наш отель. Подсвечивается зелёным. И вот. Это магазин? Это нет. Столовая, что ли, какая-то? Homemade food написано. Домашняя еда. В общем, мы пошли кушать. Переоделись все. Я искупалась. Сейчас буду снимать с мокрой головы. Мокбанк вам. Искупался, но потом одел леду, и у меня была ледяная вода. Нет. Вода тёплая. Её надо правильно направить и ждать. Миш, не надо, не надо. Пойдём кушать. Куда идти-то? Сейчас папа покажет. Пойдём. Давайте влево. Идём влево, папа сказал. А если мы потеряемся? Ну как вам тут? Нравится? Мы всё остальное оставили в номере. Ничего страшного? Ну, деньги там не оставили, а только оставили. Что они должны взять, да? Да. В общем, мы бегаем по району и ищем себе еду. Кафе и рестораны, вся цивилизация там в центре. Мы решили не ходить. Накупили выпечку. И сейчас в магазине пойдём что-нибудь попить. А, ещё мы ещё попить. Вот такой ресепшн красивый. У нас. А, мы ещё мама дождаемся. Смотри, мама дождастся. Ой. Здесь перчатки. Температуру мерят. Какие кресты лежат, если здесь будет широкий. Ага. Пойдёмте. Подожди. Пойдём. Картины везде висят красиво. Рояльно. Прикол вам рассказать? Нет. Вон такая картина. Очень богато смотрится мебель красиво. А, да. Глобус. Вот здесь есть звонок. А, смотри, честик тоже. Разных стран. Здесь есть звонок, да? Могут быть. С ресепшн. Ну. Администратора. И. Я, короче. Нажала. Нажала. Нито не идёт. Потом много-много-много раз нажала. И как вы думаете, кто там не пришёл? Собачка. Собачка. Просто умиляет. Любая. Картины везде. Запыхалась. Запыхалась. Идём домой к себе. Доброе утро, Олег. Всем доброе утро. Всем доброе утро, дорогие зрители. Доброе утро. Мы находимся в Грузии, Тбилиси. У нас отличная погода. Солнечное, тепло. Алексей, он умылся, выходит. Доброе утро. Умытый. Умытый. Красивый. Пойдём сейчас на завтрак. У нас завтрак включён. 1150 рублей стоит этот номер. Трёхместный, правда, вот он. Двухспальная кровать, односпальная кровать. Санузел, шкаф, телевизор, мини-бар. И всё это дело 1100 рублей. И ещё будет завтрак включён. Пойдёмте посмотрим, что на завтрак, ребятушки. Пойдёмте, давайте. Мы поднялись в столовую. Здесь вот так красиво. Кресла такие. Доброе утро. Доброе утро. В Украине? Четвером. Болгонный, смотрите. Опс. Можно покурить. Дайте зайду назад. Здесь раньше, может быть, был шведский стол. Вот, смотрите, мармит. Это же мармит, да, Олег? Да. Вот. У нас сняла, и видна гора. Вот это крутяк. Гора, посмотрите, какая. Обалдеть. Папа говорит, что у нас тоже видна гора, да? Да, да. В общем, где? А мы поместимся? А вон, смотрите, ещё на поводине. Сниму сейчас. Чьи флаги, Олег? Ты умный, ты знаешь. Вот это Канада. Канада? Нет, это Канада. А ты больше не знаешь. А вот это я раньше знала. Ты похожа на Филиппины? А что я раньше знала? Евросоюз вон то, да? Это Евросоюз. А красненький, это Грузия, да? Грузинский флаг, да. Вот, смотрите, какая красота. А что это такое? Ну, ною. Ёлочка. Книжки. Не, пойдём вниз. Чё таскать нам сюда не ду? Это, да, этот. Обои такие. Книжками. Ну, сюда таскать надо еду. А там раз и подал тебе. Вон, Алексей идёт. Ага. Деванчики. Слушай, везде такие мощные батареи. Тут холодно зимой, да? Движно. Смотри, прям. Ты гору показала? Да. Одна, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая. Вот в этой комнате сколько примерно квадратов, Лёш? Шесть батарей огромных, мощных. Мама, семь батарей. Лёша говорит. Сколько он, сколько квадратов, примерно? Вот такие мощные батареи. Огромный телевизор. Вот такая красота. Так тихо всё, да? Так прям по-советски всё, да? По-простенькому. Да? Угу. А это вход, да, наш? Да. Смотрите, какая люстра красивая. И вообще здесь такие шарики красивые. А мне кажется, их подобрали. Мне кажется, длиннее люди, берёвочкам подручают. Ага. И через верх петель, вот такое ощущение. Может быть. Это красиво смотрится. Ну да. А это книжки стоят или просто стелетона? Нет, стелетона. Обои. Конфетки. Нашли с конфеткой? Нет. Можешь с собой забрать. Не надо. А, на самолёт ходишь? На самолёт точно. Да, на самолёт. Точно вот лимончик. Так, нам принесли завтрак. Яичница глазонья, как я люблю, жиденькая. Которая у меня не получается, да? Я стараюсь вот так делать себе. Мне не всегда так получается. А вот принесли жиденькую детям сначала. Я попросила... А Миш такое не любит, да? Я попросила, чтобы с обратной стороны тоже... Ну, либо запечатали под закрытой крышкой, а нам сказали, что с обратной стороны пожарят. И будет пропёкшийся желток. Так ты хочешь? Да? Вот. Ещё здесь овощи. Оливки это или маслины? Маслины. Маслины, брынза. Только почему-то... Два вида матика, смотрите. Вот Лёша говорит, что один творог. А одна сметана. А это что? А это творог такой. Ну всё, у тебя всё это полезно. И хлеб. Хлеба маловато. Да? Да, но подлежит... Много хлеба я... Улыбочка. В масках улыбается. Вот. Ну что, теперь тебе нравится? Да? Счастливый. Кушайте. Приятного аппетита. У детей то же самое, только... А? Ну попробуй. У детей то же самое, только зажарятся-то эти... Желточки. Всё, приятного аппетита нам. Нам ещё арбузик принесли. Такой красный-красный. Он очень сладкий. Обалденный. Миш, ты вот эти беленькие по... По... Откусывала, съел? Пола. Уголочки. Уголочки. Не надо их кушать. Мазики бери, Олег. Я тут перетрубацию делаю. Разбираю сумку свою. И каждый полёт нам предлагали вот такие эти... Что это, конвертики? Пакеты. Для... Ну если кому-то плохо станет. И вот они ржут. Я говорю, а что вы не берёте? А если вам плохо станет? И вот Павлёш вспомнил анекдот. Я сказал, что самолёт большой. Изи там, разойтись. А ещё анекдот. Когда этот... Командир корабля зовёт стюардессу. Говорит, что там, говорит, за смех в самолёте? Говорит, да там, говорит, этот... Али мужик, говорит, как взлетели. Все здорово, говорит, это... Блюёт, говорит. Все, говорит, сидят, укатываются. А он, говорит, блюёт и блюёт. Вот, говорит. И перед уже, говорит, это самое. Всё какое-то время проходит. И опять командир зовёт и говорит, что-то, говорит, там за ур какой-то непонятный, что-то, говорит, за крики, говорит. Да там, говорит, это... Там теперь, говорит, весь самолёт блюёт. Что-то, говорит. Да он, который блюёт, говорит, блюёт, блюёт, блюёт. У него пакет кончился, говорит. Я всё думаю, что же он будет делать? Он взял, отхлебнул, и самолёт теперь блюёт. Я всё думаю, что-то, говорит, блюёт, 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 блюёт. Что смешного? Ну, отхлебнул, ну, отхлебнул. Ну, чё смешного? Алексей сидит, видео монтирует, даже в путешествии. Работа не переходит на Федота. Дети играют в поп-ит, Олег в трусах, бедный. Меня только не снимай. Да? А я снимаю. Вырежу, вырежу. Вырежу. Прикроет сердечком твоё непристойное место. Всё. Так, ну, коленку можно твою обнажённую снимать? Можно? Вот, теперь не видно. Теперь только тебя в майке видно. А, ты не правда. Так, мы пока отдыхаем. Дети, вы приняли горизонтальное положение? Следующая возможность принять горизонтальное положение нескоро. Вытягивай ножки, Олег. Давай, Миша, сюда ложись. Я туда хочу всё менять. Нет, Миша, перестань. Ляжь сюда. Миша, сейчас накажу Мишу. Добил всё-таки своего. Всё, лежи там один. Всё, мы с Олегом тут. Вот такая здесь стилизованная стена. Как будто кирпичная, да? Да, это обои. А здесь, кстати, вот панно, которое у тебя деревянная. И кровать, и торцы одинаковые. Ну, да. Знаешь, что неудобно? Вот, друзья, смотрите, что неудобно. Что здесь две кровати отдельные, как за двуспальную. Если бы она была обыслитная, нам было с детьми очень неудобно спать. Алексей у нас спал на отдельной кровати, вон той. А мы с детьми вот на этой спали. И кто в середине постоянно спал в ямке. Было неудобно, короче. Вот, мы отдыхаем. Буквально через два с половиной часа за нами приедет такси. И наше путешествие продолжится. Мы уже больше половины пути прошли. И нам осталось до Стамбула. Со Стамбула до Гази Паши. Там уже Аланьи. А в аэропорту может Рентакар возьмем? Может, там и дешевле будет, да? Ну, надо с примеру. Или сейчас закажешь? Просто видишь, нет уже. Есть такая возможность у Махмут Лари отдать? Ну, там на этом нагрегаторе вроде как можно. А проваливаешься внутрь уже непосредственно, то отдавать надо Гази Паши обратно. Ну, это же плохо. Да, это туда Гази Паши потом. Все равно как там быть. Одному человеку выбираться. Ну, да. А в аэропорту, может, мы договоримся, чтобы Махмут Лари отдать? Может, договоримся. В любом случае, в крайнем случае, трансфер-то мы найдем точно по аэропорту. Вместо одного человека или на всех? На всех. Ну, я к тому, что сейчас тогда ничего не делаем, в аэропорту по месту будем решать. Так как мы в Армению приехали, в аэропорту решали же по месту. И очень даже выгодно получилось, если бы мы через интернет что-то решали бы. Правильно? Да. Давай тогда так сделаем. Сначала попробуем рент-экару, что мы там на тележках будем, правильно? Спокойно подъедем, все узнаем. Если нет, тогда значит этот. Да в конце концов на автобус сядем, да поедем. Что у нас почти все на колесах. Короче, решим уже там по месту, да? Ну, все тогда. Такие у нас дела. В общем, все теперь заняты отдыханием. Летим до Стамбула. В Стамбуле будем 11,5 часов. У нас еще есть возможность два раза посетить всей семьей бизнес-зал. Сегодня два раза, да? Мы полетим в Стамбул и два раза посетим в бизнес-зал. Да. Там будем спать. Я думаю, один бизнес-зал выберем, который максимально дает время. Уж не будем гоняться там за дизайном, за разнообразием еды. Ну, с другой стороны, можно было бы там и там. А зачем? Это будет ночь, пап. Одно дело, ты лег и спишь, отдыхаешь, никуда уже не дергаешься со своими вещами. А мы еще покушать должны там. А кому-то у нас только покушать, по-моему, да? У тебя зайца к кому-то. А сегодня же в столовой, как там, в кафешке, при гостинице сказали, что ты так медленно кушаешь, по тебе не похоже, что ты мало и медленно кушаешь. Тетика, которая подавала, как, ну, в столовой. А мне показалось, что она наоборот сказала, что помедленнее кушай, нет? Нет. Не, вы уже просто все съели, а у меня еще много оставалось. А она на арбуд принесла бы. Мясного ничего не было, да? Никакой колбаски, сосиски. Ну, с другой стороны, ребятушки, а что вы хотите за эту цену? Да, нормально. В любой стране, творог, это же тоже, сметана тоже не бесплатная. Конечно, яйца, 8 яиц на нас все потратили. Энергия все дает, и яйца дает, и мясо, и творог, и сметана. Я считаю, что такие деньги вообще нас не должны были кормить. 1150 рублей. Мы вчетвером здесь живем. Купаемся. Свет тратим. Свет тратим. Еще и нас покормили. Пусть для малоежек это было, конечно, мало, но что такое для нас малоежек? Пол помидора, пол огурца и два яйца с мазиками. Но с другой стороны... И арбузик. И арбузик. Арбузик обалденный. Загадали желание? Я загадала. Я нет. Когда первый раз все это пробуешь? Ну, в этом году. Я загадаю. А уже поздно все. Ладно, в общем, мы отдыхаем, и чуть позже мы пойдем уже грузиться. А в этом году мы уже первый раз в Грузии. Ну, ты уже не первый раз, ты вчера уже был в Грузии. А мы, кстати говоря, первый раз были в Екатеринбурге. И первый раз были в Екатеринбурге. Мы в Екатеринбурге первого раза были в жизни. Столько вы их пропустили. Загадать желание. Да. Если в одно время сказать, то можно загадать желание. Давайте попробуем. Так, ладно, все, мы продолжаем отдыхать. Чуть позже, уже в следующем видео покажем, как мы поедем в аэропорт. Еще пару часов отдыхаем, потом уже будем собираться, вытряхаться. За нами приедет такси.